МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите специальный выпуск программы «Культурное обозрение». Посвящен он Международному театральному фестивалю «Русская классика», который проходил в нашем городе с 24 по 28 октября. На Орловской сцене за это время свои спектакли представили 9 театров из разных уголков России и Белоруссии. В этом выпуске вы узнаете, кому достался приз за лучший спектакль, почему жюри не оценило постановку «Мертвые души», какой Орловский театр получил больше всего наград. Открыть русскую классику решили капустникам. Пушкин, Достоевский, Гоголь и Довлатов. Нет, не на одной книжной полке, а на сцене. С юмором о театре, классиках и их бессмертных произведениях, о новаторском подходе режиссеров к материалу. Прием пока нет. О, в нашем полку пополнение. Привет классиков! Не опоздал? Опоздали не опоздать. Ну вот и слабенько. Возникла идея, вот, приезд классиков, собрать всех, не всех, конечно, но тех, которые более-менее портретно похожи на артистов, или артисты похожи на них. Вот сам я изображаю Антона Павловича Чехова. Мы немножечко шутим по поводу современных постановок, шутим по поводу себя, своей театральной жизни, как, собственно, капустник и делает. Ну что? Думаю написать продолжение преступления и наказания. Раскольников возвращается с каторги, берет топор и идет прямиком в Центральное управление важного министерства совершать вас вместе. Александр Сергеевич, верните топорик. Открыло театральное соревнование постановка «Бешеные деньги». Пьесу в пяти действиях Александр Островский написал в 1869 году. В этой пьесе, как и в большинстве других своих работ, автор поднимает тему кризиса дворянства. Об экономических отношениях, значении капитала и обманных огнях счастья говорили артисты нового драматического театра из Минска. Труппа из Беларуси привезла свою визитную карточку. По их мнению, время над этим спектаклем не властно. Еще бы, это самая пожилая постановка на фестивале. Ей 15 лет. Только бешеные деньги не знают ли Центр. Друг мой, ты говоришь святую истину. Скажу больше, ты повторяешь мои слова. Мне искренне жаль тебя, друг мой, завтра ты останешься без крови. Чтобы спектакль жил, он постоянно должен чем-то подпитываться. В первую очередь энергетикой артистов на одной сцене – молодые и опытные. Алексей Верещаков в роли Василькова чуть более года. А вот Игорь Подлевальчев со своим героем идет по жизни. Скорее, больше я даю этому персонажу, этому спектаклю. Больше я на него трачусь. Даже он такой неположительный, этот глумок. Но все равно, как бы, играть всегда его кайфованно. На сцене классическая постановка по Островскому, в которой минимум декораций. Основной упор на текст автора. Тот юмор, которым насыщенный его пьесой, его важно очень не пропустить. Потому что серьезные темы, но с неподражаемым юмором. Там нельзя пропустить слово, нельзя выбросить. Там нельзя заменить слово. Там нельзя поменять порядок слов. Это проверка еще и для артистов, и для театров. Что же касается реакции зрителя, то постановку из Минска оценили не все. В зале после первого действия появились свободные места. Что происходит с женщиной, когда начинает переступать через себя, когда материальные ценности, даже в современном мире, достаточно актуально. Хотя это писалось достаточно давно. Сейчас это я ожидала больше. Мне не нравится, например, что вот такой резкий переход, серьезный, и потом дурашливость. Подхватил эстафету театра «Русский стиль». Он представил поэму о театре на основе Андреевского реквиема. Спектакль получил неоднозначные отзывы от членов жюри. Как мне кажется, это, конечно, мое мнение, которое может быть ошибочным, он предназначал ее не для постановки, а для чтения. Потому что она гораздо больше в словах, нежели в действии. Первое требование от режиссера – это оснастить действием пьесу, чтобы это не была имитация, а было живое. Но для меня было очень спорным соединение разных планов. Когда идут на экране лица ушедших артистов, это, конечно, вызывает… Кого-то из них я знала, кого-то видела. Это, конечно, вызывает боль, это вызывает живое человеческое сочувствие. Это создает атмосферу. Но когда дальше это перегружается видениями японского театра, оперного театра, на мой взгляд, это избыточность уже. Пьеса Горького-Зыкова, написанная в 1913 году, нечастый гость на отечественной сцене. Может быть, этим она и отличается от других драм, буревестника, революции. Отличается она и своей неизведанностью, и тем, что в ней ощутимо снижены социальные мотивы, зато предельно обострены общечеловеческие. Антипа Иванович, вы должны быть добрее, а то я буду бояться вас. И все про свое, про добра. Так, дедет и мое, дедет. Как и в пьесе, на сцене артисты раскрывают важные, по-прежнему актуальные темы отцов и детей, одиночества, распада семьи, положения женщины в обществе, духовного отступничества. Я хотела пожить в тихом мире, чтобы все любили друг друга, улыбались бы и верили, что ты никому зла не желаешь. Это не поверишь. Ну отчего? Отчего же? Несмотря на то, что спектаклю три года, всего было 13 показов. Из-за болезни главного героя больше года постановка не игралась. Однако у спектаклей есть достижения. Одно из них – главная актерская премия на фестивале имени Горького. Она была присуждена артистке Любови Гордеевой. По ее словам, работать над этой ролью приходится постоянно. Ведь именно через ее героиню Софью режиссер решил отразить всю ту лавину событий, которая обрушилась на Зыковых. Тяжкий, тяжкий, тяжкий труд и игра. Чтобы сделать все тяжелые какие-то вещи, горьковские, сделать легкими. И зрители очень часто говорят после нашего спектакля, они говорят такое ощущение, что в замочную скважину подглядываешь. Режиссер спектакля как сценограф соединил стиль модерн с горьковской атмосферой. В постановке использованы традиции как психологического, так и статичного театра, характерные для символизма. Орловские зрители такое новаторство оценили. В третий день фестиваля сразу два спектакля по Островскому. Оба получили высокую оценку жюри и боролись за звание лучшего. Лес поставила режиссер из Москвы Вера Анненкова. В свободном пространстве премьера спектакля состоялась в апреле этого года. Это получился, на мой взгляд и на взгляд моих коллег, совершенно замечательный гимн театру. Конечно, они играют прекрасно все. Ансамбль великолепный. Но мы впервые за время этого фестиваля нашего столкнулись с тем, что такое режиссер, когда все подробнейшим образом разобрано. Это настоящий русский психологический театр, в котором не просто все достоверно, а в котором через спектакль просвечивает личность режиссера. Кстати, свободное пространство получило две награды. Валерий Логоша был удостоен премии за лучшую мужскую роль, оценило жюри и актерский ансамбль театра. Спектакль «Волки и овцы» поставлен по одноименной пьесе Александра Островского. Над постановкой работал известный мастер режиссура Александр Кузин. Он-то и поставил перед артистами задачу отказаться от быта. Поставил задачу и не прогадал. Именно этот спектакль жюри фестиваля «Русская классика» признала лучшим. Премьера постановки состоялась в прошлом году и в Белгороде собирает анчлаги. Мы сейчас только что приехали из Ростова. С этим спектаклем были на фестивале. Успех был у публики-то точно. Встречи с критиками не было. Но зал принимал очень тепло. Привезли там дипломы, награды. Но судя по приему былых и у нас в Белгороде он тоже принимается очень хорошо. Сценическое пространство организовано таким образом, что герои говорят естественно, на полутонах вовлекая в происходящее зрителя. Грепетировали мы так. Весело, радостно, мягко, искрометно. И когда ты в себе что-то новое открываешь вдруг. Неожиданное для себя. Это так здорово. Знаменитый слог Островского сохранен. Более того, не стали менять и стиль знаменитого драматурга. Социальные аспекты в этом спектакле и не главное. На первый план вынесена линия любви. Ну вот тебе мой приказ. Поди выспись. Сегодня вечером к невесте поедем. Оденься хорошенько к ебланке Николаевне. Поедем. Боже мой. Как я влюблен-то в нее, мотан. Ну, поди, поди. Вот за это мерси. Поди, спать, поди. Театр, камерная сцена представил «Мертвые души». В свое время это произведение потрясло всю Россию. «Мертвые души» Гоголя – удивительная книга. Горький упрек современной Руси, но не безнадежный. Именно так о поэме отозвался Александр Герцен. Высокую оценку Гоголю дали и его современники. Жюри фестиваля новую сценическую версию бессмертного произведения не оценила. Горький советник Павел Иванович Ничичичичиков. Не Чичичичиков, а Чичиков. Чичичичиков. Это был не Гоголь абсолютно. Это были не Гоголевские персонажи. Вырванные куски поэмы и неопределенный жанр. На программке даже не написан жанр. А самое в этом произведении влекущее, невероятно интересное – это то, что это поэма. Поэма и сатирическая поэма в то же время. То, что сочетаются… Лирика убрана вообще вся. Какая там «Русь, куда несешься ты» – об этом даже мечтать не приходилось, потому что этого не было. И главное, что было совершенно непонятно, кто же «Мертвые души». Что вот эти люди, как бы живущие, действующие, что «Мертвые души» – это на самом деле они. И поэтому спектакль, в общем, сильно разочаровал. Неоконченный роман «Любви и ненависти» представил Государственный академический театр имени Тургенева. Режиссер Алексей Доронин сам написал инценировку, занимался художественным оформлением, создавал костюмы. Особенность орловской постановки – ее финал. Для зрителя остается он открытым. Изюминка спектакля в финале «Запятая точку» ставит зритель. В спектакле благодаря оригинальной инценировке на первый план выносится тема мести за себя и за обиду, нанесенную другому человеку. Любой спектакль в идеальном смысле, для меня лично, это диалог со зрителем. Ну, то есть какая-то позиция. Не в том смысле, что надо все перелопать материал и как-то по-своему там вульгарно слабать. А в том, чтобы через автора, смещая акценты какие-то, это неизбежно происходит, тем более, если это проза, или роман, или даже повесть, или пьеса, линейная история. Все равно неизбежно мы насчет делаем акценты, что-то отводим на второй план. Кстати, постановка Орловского академического театра собрала больше всех наград на фестивале «Русская классика». Специальный приз за роль Троекурова был вручен артисту этого храма Мельпомены Павлу Легкобиту, а также лучшая мужская роль второго плана и режиссура. Я здесь оформляла спектакль совсем недавно, ну, это совсем несколько иное, да? А здесь вот спектакль, к которому я не причастна, он меня очень воодушевил и покорил. Я считаю, что очень сильная работа Алексея Доронина на фестивале. Заключительный день фестиваля Орловский театр кукол представил сказку о рыбаке и рыбке. Премьера спектакля состоялась в этом году. Режиссер Павел Акинин в своей работе сделал акцент на литературную основу. Декорации куклы и текст отсылают к творчеству известного автора. Детская постановка на взрослом фестивале – это новая версия всем известной истории. Режиссер решил поставить те моменты, которые были удалены из рукописи Пушкина цензурой, а также ввели новых персонажей. После появления пьесы в начале 20 века критики называли «Вишневый сад» драмой. А сам писатель считал, что ничего драматического в ней нет, и это прежде всего комедия. В своей постановке Рязанский театр встал на сторону критиков. На сцене симбиоз театра классического и современного и текста, авторский и сюжет, однако введенные художественные и режиссерские приемы стирают временные рамки. «25 тысяч в год дохода! Все мы делим! Нам утяжки будем деньги собирать! Вот такая махина! Бизнес-балла махина! Живите!» Спектакль пронизан символами и ассоциациями. Например, абажур – это старый и уютный дом, а прощальный бал в красных тонах, словно пир во время чумы, дает понять, что счастливые времена для героев закончены. «Я люблю вот этот вот дом. Без вишневого сада я не понимаю. Моей жизни, знаете, что петь? Ну, если так надо продавать, ну, продавайте меня вместе с садом!» И если для героев хэппи-энды не произошло, то для артистов все впереди. Чеховские роли их раскрыли по-новому. «Как артист по-другому стал? Вообще на профессию по-другому заглянул даже». «У меня вообще перелом моей актерской судьбы случился после этой роли. Эта роль – это, ну, это очень высокая планка. Я думаю, что еще есть куда стремиться. И прекрасно, что все время мы с Романом развиваемся». «Ну, самое главное – любить работы. Дорогого стоит, когда любишь». Еще одна особенность постановки – артисты на сцене и в зале. Четвертая стена отсутствует. Зритель становится участником происходящего. «Игра артистов очень понравилась. Декорации прекрасные». «Постановка, в принципе, нравится, так как, ну, она очень живая и, в принципе, достаточно интересно посмотреть. Очень понравилось, замечательно». Яркими классическими и новаторскими постановками запомнится фестиваль «Русская классика». В следующем году будут не менее интересные спектакли и новые театры-участники. Грядущее событие – это отличная возможность для орловчан освежить в памяти бессмертные произведения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова